Это Гэри МакКиннон, самый известный хакер на нашей планете. Ему удалось сделать просто невероятное. Взломать сеть компьютеров Пентагона и аэрокосмического агентства НАСА. В 2006 году за это его арестовала полиция. На допросе хакер признался, что компьютеры взламывал лишь потому, что искал секретные документы о контактах с внеземными цивилизациями. По его словам, общение с нашими соседями по Вселенной уже идет полным ходом. Только простым людям почему-то об этом не сообщают. Но самое главное, хакер Гэри МакКиннон заявил, что он выкрал те документы, которые свидетельствуют о контактах военных с внеземными цивилизациями. И скоро он их опубликует. Загадки Вселенной. О чем молчат американские астронавты? Мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас и по околоземной орбите. Заговор молчания. Почему многие снимки со спутников не попадают в печать? Космические соседи. Существуют ли братья по разуму? И когда они выйдут с нами на связь? Каждый сотый факт верен в прибытии инопланетян или взятие землян на тарелки летающие. Недавно известная британская газета Sun опубликовала сенсационную статью. В ней рассказывалась история американского астронавта Джона Коллимана. В октябре 1980 года он стартовал на новом космическом корабле, замаскированном под обычный спутник. По версии газеты Sun официально в задачу астронавта входила очистка околоземного пространства от обломков ракет-носителей, вышедших из строя спутников и другого космического мусора. Однако британские журналисты считают, что это было только прикрытие. На самом деле астронавт должен был выполнить секретную миссию. Испытать космолет, способный уничтожать чужие спутники. ДАРПА недавно опубликовала проект, значит, системы такой космической, ну, аппарат космического, который вот как сеткой ловит мусор с орбиты. Ну, и там куда-то его утилизирует, спускает. Очень красиво звучит. Вот он осколочки собирает, но он с таким же успехом может снять с орбиты любой спутник. Чей угодно. Авторы громкой публикации убеждены, ошибки тут быть не может. Ведь сведения о секретном запуске им сообщил вот этот человек. Брюс Макаби, известный американский физик-оптик, который уже 40 лет изучает тайны НЛО. Если верить Брюсу, то первые три дня полет американского астронавта проходил нормально. Но на четвертый день космический аппарат оказался в районе действия сильной космической радиации. В результате чего система маневрирования и ориентации корабля вышла из строя. По словам Брюса Макаби, тогда в суматохе никто не обратил внимания, что вместе с сигналами космического корабля в эфир настойчиво лезли какие-то странные радиошумы. И лишь потом специалисты, проанализировав записи, предположили, что источник этих звуков находится где-то в районе созвездия треугольника. Однако этому факту не придали особого значения. А всех сотрудников НАСА, кто стал свидетелем трагедии, заставили подписать документы о неразглашении. Эта история могла так и остаться в недрах секретных архивов американского космического агентства, если бы неожиданно не получила прямо-таки фантастическое продолжение. Спустя 27 лет, в конце 2007 года, астроном-любитель с острова Фиджи зафиксировал на орбите Земли неизвестное космическое тело, о чем незамедлительно сообщил в НАСА. Каково же было удивление специалистов аэрокосмического агентства, когда они поняли, что это тот самый пропавший корабль Джона Коллемана. У них ведь и вообще все на автоматике построено, и есть ручное управление, дублирующее автоматику. Поэтому сигнал с Земли, в принципе, корабль может быть спущен обратно на Землю. НАСА предприняло несколько попыток снять корабль с орбиты, но все они оказались неудачными. Лишь в начале 2008 года эту операцию удалось осуществить. Ее выполнил челнок «Эндевер». Когда он доставил корабль на Землю, и специалисты его открыли, то выяснилась просто невероятная вещь. Ни Джона Коллемана, ни его останков там не было. Зато обнаружился удивительный блокнот, весь исписанный странными символами, не похожими ни на один известный язык. Расшифровать их ни лингвисты, ни криптологи, как ни пытались, не смогли. Кому принадлежал этот блокнот, выяснить тоже не удалось. История космического корабля и пропавшего американского астронавта так и осталась неразгаданной. Это стратегическое значение имеет. Не только разработка ядерного, там, ракетного, там, оружия, там, лазерного какого-нибудь, а вопрос о возможных контактах. Если есть контакт, пусть он будет с моим человеком. Мы будем пытаться получить свой интерес. Конечно же, это очень наивная точка зрения, потому что цивилизации, освоившие пространство и время, не могут обладать теми же качествами, той планкой морально-этического состояния, в котором находится человечество. Конечно, поверить во все это сложно. История с пропавшим, а потом неожиданно найденным космическим кораблем больше похожа на выдумку или на фантастический рассказ. Но сотрудники НАСА почему-то решили ее не опровергать. Они не подали в суд ни на британскую газету, которая первой опубликовала эту статью, ни на Брюса Макаби, который якобы журналистам все эти сенсационные факты и рассказал. Мы парим на таких высотах, где еще не бывал человек, а потому мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас и по околоземной орбите. Удивительно, но астронавт Гордон Купер даже написал письмо в ООН, в котором сообщил, что видел неопознанные объекты внеземного происхождения и попросил создать Международную независимую комиссию, которая начала бы исследовать этот вопрос. Но потом Купер вдруг замолчал, как и многие его коллеги, что заставило их принять своеобразный обет молчания. Одна из самых распространенных версий. НАСА бесцеремонно заткнуло всем рот. Агентство НАСА стало откровенно высмеивать своих же навигаторов. Стоило ребятам, вернувшись из космоса, лишь заикнуться по НЛО, НАСА попросту затыкало им рот. Причем иногда дело доходило до прямых угроз. Журналист и исследователь аномальных явлений Джордж Кнеп считает, что аэрокосмическое агентство НАСА действительно заставляет астронавтов молчать. Джордж Кнеп попытался провести независимое расследование и пообщался со многими астронавтами. Правда, так и не смог у них ничего разузнать. Все они отказывались отвечать на вопросы об инопланетных контактах. В середине 80-х годов прошлого столетия исследователи аномальных явлений заметили странную закономерность. Практически все астронавты, участвовавшие в лунной миссии Аполлон, не могли ответить на, казалось бы, элементарный вопрос. Какие ощущения вы испытывали на Луне? Удивительно, но многие исследователи уверены, что такая странная закономерность наблюдается потому, что все астронавты после полетов проходят обязательное медицинское обследование, во время которого с ними проводят сеанс гипноза. Вполне возможно, на этом сеансе астрономов просто заставляют что-то забыть. Я не исключаю, что это может быть и гипноз. Воздействие какое-то химическое, гипнотическое, парапсихологическое. Любым образом. Вот все эти люди должны представлять собой стройную такую когорту. Они должны быть такими вот хорошими ребятами, такими надежными, знаменем страны. Конечно, это всего лишь предположение, но оно косвенно подтверждается странным поведением бывших астронавтов. К примеру, Нил Армстронг на долгие годы исчез из виду и вел уединенную жизнь. Астронавт Эдвин Олдрин в своей автобиографической книге «Возвращение на Землю» написал, что каждый раз, когда его спрашивали об ощущениях, которые он испытал на Луне, на него накатывал приступ необъяснимой паники. Все, что он мог ответить, я просто не знаю. Этот вопрос ставит меня в тупик с тех пор, как я покинул Луну. Командир корабля «Аполлон-12» Чарльз Конрад, третий человек, ступивший на поверхность Луны, был настолько обескуражен своей неспособностью ответить на этот вопрос, что всегда давал один и тот же банальный ответ. «Супер! Нам понравилось!» А пилот лунного модуля миссии «Аполлон-14» Эдгар Митчелл даже обращался к профессиональным гипнотизерам и психологам с просьбой найти в его памяти часть пропавших эпизодов и воспоминаний. Правда, помочь они ему не смогли. И космонавты, и астронавты – это представители... «Апетalo»